Дело в том, что... Через года. Помните. Вот пришла зима. Чтобы у нас не было такого понятия, как центр и окраина. Жители все одинаковые, все должны жить в одинаковых условиях. Выехал автобус города Чугуева. Привет, город! С вами рубрика «Честно говоря» и наш первый выпуск в 2020 году. Хотелось бы начать наш выпуск со слов поздравления. С Новым годом! С Рождеством Крестом! Пускай у вас и ваших близких в Чугуеве будет все хорошо. Год новый, но проблемы старые. Установили новые красивые контейнеры, в которых отдельно складывается пластик, стекло. Но вот важный вопрос. А как дальше вывозится этот мусор? Внимание, вопрос! Как оказалось, раздельный сбор мусора у нас контролируют лица безопределенного места жителя. В народе называемые бомжами. Это главные сортировщики мусора в городе Чугуеве. А все почему? Потому что власть снова не довела до ума сделанное. Как так получается? Контейнеры закупили. Людей учим собирать раздельно. А вывоз не наладили. Ну почему же так? Привет, город! 13 января. Мы находимся на нашей центральной площади. Не смог пройти мимо, но не ехал специально. Недавно я поднял вопрос о том, что у нас в городе ставят раздельные контейнеры для мусора, но мусор вывозится в общей куче. То есть здесь его сортируют, а дальше его везут, то есть гружают в одну кучу. Давайте посмотрим, что у нас, что мы... Ну, здесь мусор есть. Смотрим дальше. Пластик. Пластик. Прекрасно. Пластик. Пластик есть. У меня такое ощущение, что это сделано для бомжей. Для удобства бомжей. Даже металл. Хотя бумажная ракета это не металл. Ну, скло. Давайте посмотрим, что здесь. Ребята, я удивлен. Город. Город воспитанных людей. Все прекрасно. То есть люди... Система работает. Люди сортируют мусор. Осталось только, чтобы это все вывозилось раздельно. И утилизировалось раздельно. Потому что по сегодняшнее число все вывозится одной большой кучей. Открытые люки в Чугуеве. Еще одна проблема. Школа номер 5. На территории которой бесхозные люки. Авиатор. Люки возле посадок. Как оказалось, в городе масса аварийных участков, куда простой житель, который возвращается домой, и не дай бог ребенок может упасть. Вопрос, почему это не видит власть? У вас не доходят руки? Их украли только вчера? Мы прекрасно видим, что эта проблема осуществует давно. Почему на это не реагирует городская власть? Или вы ждете, чтобы кто-то из жителей упал в этот люк? Сломал себе ногу? Давайте наконец-то позаботимся о безопасности жителей в этом городе. Фу, ты мать вашу за ногу! Все дырки пооткрывали, паразит. Давайте вам помогу, что вы с бабушкой? Крышки с люков сняли. Чтобы народ проваливался. Сохранность коммунального имущества. Давайте посмотрим на те баки, которые недавно один из жителей города Чугуева выставил в интернете. О, ужас! Сколько лет эти баки не менялись. Да и почему жители выбрасывают мусор в баги, в которых огромная дыра? Как жители выкидывают мусор, если при поднятии контейнера он снова высыпается на землю? Неужели нет возможности заварить эти дыры? Или кому-то все равно до коммунального имущества? Давайте уже наконец-то наведем порядок и заменим эти баки нормальными, чтобы люди могли выкинуть мусор, а коммунальщики его могли свободно убрать. Простите, а у вас емут одного рубля на дорогу? У вас же джип в Москве. Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Да ладно, посиди, дружок. До поры до времени. Давай, давай. Льготный проезд или почему закон, незакон для города Харькова? Жители Чугуева, как и других городов, в ближайшее время, согласно решению Харьковского городского совета, будут лишены возможности пользоваться метро и другими видами транспорта по своим льготным удостоверениям. Почему так? Почему до сих пор никто не решил проблему? Почему отсутствует коммуникация между властями города Чугуева и города Харькова? Или харьковскому мэру закон, незакон? И хватит здесь вообще нам указывать, кто ты есть такой. Ты кнопка, блядь. Ты понял или нет? Так, 25 вопрос, пожалуйста. Закон четко урегулировал правила. Все льготчики могут пользоваться в любой точке Украины своими льготами. Поэтому давайте вместе заставим уважать мэра Харькова закон. Мы уже готовим иски в суд для того, чтобы льготный проезд был возвращен. И мы никому не позволим обижать жителей и не выполнять закон. В центре города, на площадке девятого этажа, стоял взрослый человек с высшим образованием, абсолютно голый. Идти ему было некуда. Оставалось одно – пропадать. Не так давно в группе Чугуева инфо появилась публикация, что четвертый день жители восьмого-девятого этажей по улице Дружбы почему-то сидят без воды. И власть на это не реагирует. И Эврика, после того, как появилась публикация, в течение нескольких часов вода появилась. Что мешает властям наладить нормальную подачу воды в этом доме? Мы же живем в 21 веке. И люди не должны бегать с баклажками с первого на девятый этаж. Они платят за воду. Так что же случилось? Поставили некачественный мотор, купив его по завышенным ценам? Не тот диаметр трубы? Или просто не те руки? Что же с тобой делать, Борщев? А я предлагаю уволить Борщева. За что это? За все. За то, что из-за таких, как ты, людям нормальной жизни нет. Зеленский подписал указ о том, что служить надо будет с 18 лет. Этот вопрос очень заинтересовал социальные сети. Было много споров. Но главный вопрос был другой. А кто служил из наших чиновников? Мы не будем брать за облачные должности президента и всех остальных. А давайте спросим у наших депутатов и чиновников, как они служили в армии. Кто из них закосил от армии? С плоскостопием и другими проблемами. А сейчас эти люди суперспортсмены, президенты федераций. А в армии послужить забыли. Или, да, пусть служат простые холопы. А чиновники пусть покупают справки и несут их в военкоман. К мамочке, небось, хотите домой? Сису хотите? Чугуеве отремонтировали дороги. А вы не знали про это? А знаете, сколько срок гарантии? Как правило, один год. Так что я думаю, что мы не увидим этих дорог весной. А вот кто ремонтировал, это уже интересно. Недавно наши гроши опубликовали расследование, в котором фигурируют чугуевские подрядчики. Наши гроши. Авторитетное издание, которое занимается борьбой с топ-коррупционерами. Так вот, как же Чугуев туда попал? Очень просто. Замечательные фирмы. Легион Буд и Панган. Ну как замечательные? И как они замечательно делают дороги, мы увидели. А вот кому принадлежат эти замечательные фирмы? Как оказалось, собственник этих фирм даже не знает, что он получает сотни, миллионов из бюджетов разных городов. Для него это было удивление. Почему удивление, скажете вы? А потому, что этот человек ведет асоциальный образ жизни. Как оказалось, крадет телефоны. Получается, кто-то обналичил деньги через эти фирмы. Вот кто? Я думаю, что следствие это установит. А мы своим заявлением, следственное управление, поможем найти чугуевские бюджетные деньги и наказать виновных. И заставим надлежащие отремонтировать дороги. Следственное управление занялось чугуевскими подрядчиками. Теми, кого очень любят в мэрии. Кто получает сладкие подряды на ремонты школ, садиков и многих-многих других объектов на десятки миллионов гривен. Кто же эти счастливчики? Конечно, фирма Гранд Вугилля. Не так давно следственное управление начало рассматривать уголовное производство, которым фигурирует эта замечательная фирма вместе с чиновниками чугуевской мэрии. А все почему? Потому, что по версии следствия были существенно завышены цены на работы и на материалы. А зачем завышены, скажете вы? А вот тут интересный вопрос. Наверное, есть какая-то взаимосвязь? И почему подряды разыгрываются не на конкурсной основе? Кто меньше попросит денег? И, соответственно, мы сэкономим денег в бюджет. А получают свои подрядчики? Это вопрос. И я думаю, на этот вопрос следствие ответит. Уже согласно определению Киевского районного суда получена финансовая отчетность, получено раскрытие банковской тайны. И многая другая информация по этой фирме, которая, как оказалось, в основном живет за бюджетные деньги. А вот насколько качественные работы и по каким расценкам, я думаю, следствие установит. Чугуеве понизили тариф на тепло на 20%. Вы про это не знали? Ну как же так? Вы получили существенно меньшие платежи. А основание для этого – прямое указание губернатора и решение мэра города. С любовью, король и королева Тридевятого королевства! Известные также, как мама и папа. Сказка для чугуевцев. По-другому это не назовешь. Мы все прекрасно понимаем, что из-за теплой зимы наши котельни израсходовали меньше газа. И, соответственно, тариф был уменьшен просто из-за того, что теплая погода. Хотя очередную сказку про тариф от мэрии и пустое обещание, я думаю, чугуевцы запомнят. Чугуев признан одним из лучших по коммуникации мэрии города и жителей. Коммуникация, которая заключается в том, что мэр и ее команда слушают жителей, даже с окраин, потому что для нее все одинаковы. Давайте действительно спросим чугуевцев, как коммуницирует с ним мэр и его команда? Как учитывают интересы чугуевцев? Ведь чугуеви, как-никак, меняются партии, меняются власти в Украине, а в чугуеве 16 лет один и тот же мэр и его команда. Об этом далее. Вы как вы общаетесь с местной властью? А хотели бы узнать? Нет, абсолютно никакой. Никакой. Я ее в глаза не знаю. Ее видишь на каких-то праздниках, может быть, на площади она выступает. Какие-то официальные ее выходы. То есть обратной связи к ней никакой нет? Нет. Абсолютно нет. Нет. Спасибо. Ну это правда. Хорошо. Есть общение между властью и людьми, проживающими в чугуеве или нет? Такого не было. Ну где на людях появляется наше мнение мое. Я же был, разговаривал с другим. Спасибо, удачи. Ну люди, я слышал, сам писали заявление о помощи, например, выделить деньги, там, помогает. Хотели бы узнать, как вы общаетесь с местной властью? Как вы коммуницируетесь. Коммуницируетесь, да. Ой, честно, я воздержусь, наверное, от этого. Скажите, пожалуйста, как происходит у вас коммуникация с местной властью? Как вы доносите ваши проблемы? Проблемы? Никак, потому что бесполезно. Что туда, что под землю, это одинаково. Спасибо. У дома пстит. Как вы общаетесь с местной властью? Доносите ей проблемы? Нет, не общаюсь. Вообще не общаетесь? Мы пытаемся узнать, есть ли у кого-то коммуникация. У меня нет интереса с ними общаться. Мне не может быть. Понял. Хорошего дня, извините. Как вы общаетесь с местной властью? С местной властью? Да. Вот был у меня один знакомый, Сашка, недвижний мужчина, который приходил к ней, его уже нет. Вот утром проходил, начиная с Преображенка и заканчивая Успенкой. Да, и ходил, ходил, и просто так вот мимо проходил, заходил. И говорю, вот там, Галина Ивановна, вот там куча мусора, там кто-то, кто-то. И как-то она вот, такая вот помощь со стороны населения была. Ребята, да я общаться с властью не общаюсь, семейная забота. Спасибо, удачного ряда. Как вы общаетесь с местной властью? Доносите свои проблемы до мэра нашего? Не общаюсь пока что. Если бы не было проблем, мы, наверное, лучше бы жили. Мэр города сказал, что находится на одной волне с жителями и знает все проблемы. И коммуникация очень постоянная. Пусть выйдет в город, посмотрит. Вы меня на видео снимаете, да? Ну, пытаемся. Если не хотите, мы не будем снимать. Пытаемся. Больше просто промолчу. Вот это здорово. Хорошего дня вам. Вот такой результат мы получили за 16 лет правления мэра и его команды. Давайте честно говорить о недостатках работы. Не просто создавать воздушные замки, а подкреплять их делами, которые в действительности чугуевцы оценят. И которые будут видны не только на картинках и видеосюжетах мэрии, а которые каждый житель города сможет увидеть. Ну, а я с вами не прощаюсь. С вами была рубрика «Честно говоря». Подписывайтесь в группу «Чугуев.Инфо». Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и новости. И помните, мы говорим правду.